Ребята, всем привет! Сегодня я хочу рассказать об электронном ПТС, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Ранее уже я рассказывал об этой поправке, коротко напомню. С 1 ноября 2020 года в России отменили бумажный ПТС. То есть теперь при покупке нового автомобиля вам будет выдаваться только электронный ПТС. Вернее, выдаваться он не будет, будет просто вноситься запись. При необходимости вы сможете получить из него бумажную выписку, из этого электронного ПТС. И на днях ГИБДД официальный пресс-релиз выпустили, в котором прокомментировали информацию о том, как же сейчас будут вставить на учет автомобили. То есть если вы купили в России автомобиль российского производства, то проблем здесь нет. Российские заводы-изготовители все уже с 1 ноября будут выдавать только электронный ПТС. То есть вы приезжаете в ГИБДД, информация туда автоматически поступает, и вы ставите машину на учет. Все довольно-таки просто. Однако речь в этом пресс-релизе идет о других автомобилях, то есть об автомобилях, которые выпущены в обращение, либо изготовлены, либо выпущены в обращение на территории стран ЕАЭС. То есть это Евразийский экономический союз. Туда, я напомню, входит Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. То есть предполагалось, что с 1 ноября на территории всех этих пяти стран официально будет введен электронный ПТС. Однако не все страны успели подготовиться к этому. Соответственно, с 1 ноября электронный ПТС официально введен на территории России и Армении только. На территории Белоруссии, Киргизии и Казахстана его отложили до конца, вернее, до 31 декабря 2021 года. То есть больше, чем на год отложили его внедрение. Однако, несмотря на это, в ГИБДД подчеркивают, что для того, чтобы поставить машину, которая была изготовлена или выпущена в обращении на территории этих стран, даже если там пока что не действует электронный ПТС, чтобы поставить такую машину на учет в России, обязательно нужно наличие электронного ПТС. То есть его можно получить либо на территории этой страны, которая изготовила эту машину, если там уже готовы к выпуску электронного ПТС. Либо, если же на машину не оформлен электронный ПТС, то его придется получать уже на территории России. Соответственно, нужно обращаться в организации, которая имеет право оформлять этот электронный ПТС, получить электронный ПТС и только после этого обращаться в подразделение ГИБДД для постановки на учет. То есть без электронного ПТС такие машины там принимать не будут. Также в ГИБДД пояснили, что тем автолюбителям, которые ранее купили автомобили, неважно какого производства, у которых на руках уже есть бумажный ПТС, для них нет обязательной замены на электронный ПТС. То есть они как пользовались бумажкой, так и продолжают пользоваться, никого не заставляют принудительно менять. Единственное исключение, при которых будет выдаваться бумажный ПТС, это как раз таки, если вот такие автолюбители будут обращаться в подразделение ГИБДД для замены своего бумажного ПТС. То есть если у них пришел негодность, либо он полностью заполнен, то есть нет места, куда вписать нового владельца, либо они потеряли этот ПТС, то есть в случае утери, они могут приехать в ГИБДД, написать заявление и получить дубликат бумажного ПТС. Кроме того, можно сделать это по желанию, то есть если у тебя на руках есть бумажный ПТС, и почему-то там решил, что тебе нужен электронный ПТС, ты можешь просто прийти по своему желанию в ГИБДД, написать заявление и обменять свой бумажный ПТС на электронный документ. Вот такие вот поправки. Надеюсь, всем было полезно. Все, всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока.